Духовуйте, а она так написала в библиотеке. Друзья, в 23-м году установили памятник, мемориал, семья. 8 июля, в день семьи Петра и Февронии. Рядом с мужской гимназией, построенной купцом Сильниковым. А вот и совсем рядом храм святителя Пантелеймона, целителя и великомученика, который я видела еще со скалы. А скала – это название гостиницы. Также я познакомилась сейчас с очень интересным человеком, художником. Выставка его проводится в храме воздуха. Если я там буду, обязательно посмотрю. Город Кисловозг был основан в 1803 году. Напомню, что численность 126 тысяч человек на данный момент. А тогда он был создан как крепость, чтобы защищать Ставропольский край императором Александром I. И потом обнаружилось, что здесь бьют из-под земли минеральные лечебные источники. И город стал городом-курортом. Все больше и больше сюда приезжали лечиться людей, принимать ванны. Вот мы совсем близко подошли к храму святого целителя Пантелеймона. Первично построенного в 1912 году на средстве прихожан, а потом восстановленного и открытого уже в 2000-х годах. Его купола видно отовсюду. Стоит на возвышенности. И даже вот скала находится, как говорится, на возвышенности. Но этот храм у них все равно видно. Его видно с любой точки города. Вот такое мое мнение. Может, и не с любой. Но вот сейчас женщина тоже проходила, говорит, заинтересовали купола. Она живет в санатории Виктория. Друзья, мы побывали с вами в храме целителя Пантелеймона. И вот где настоящий храм воздуха. Вибрации сил здесь присутствуют. И я думаю, будет их все больше и больше. Значит, хорошие люди здесь служат. Батюшки и другие священнослужители. С благими мыслями приходят люди. Это не то, что в горах, которые мы посетили Свято-Троица, Георгиевский монастырь. А здесь уже на подступах чувствуется. И внутри очень приятно находиться. Храм воздушный. И я там была одна. Если приходят люди по одному человеку. Мы с вами от храма целителя Пантелеймона движемся к парку. Самой главной достопримечательностью. Самому огромному парку. И очень красивая дорога пролегает вверх к парку. Полтора километра отсюда. Друзья, вы когда-нибудь видели памятник сикающей собаке? А в Кисловодске есть. Ей уже потерли носик и ушки. С возвышения прекрасно просматривается усадьба Творчелидзе. Это статский советник. Ещё слывёт эта усадьба, как я и сказала, дача Ксишинской. Которая часто посещала и скрывалась до своей миграции во Францию. На этой даче-усадьбе. Прикольная беседка. Напоминает, что вам... Я люблю сравнивать и задавать вам вопросы. Напоминает, в Калининграде такая же есть, вернее, в Зеленоградске. Только сейчас тут краников нет с минеральной водой. Может быть, ближе к лету установят. А жаль. Там можно вот в Калининграде, в Зеленоградске пить бесплатно. Но не минеральную воду. Он тоже какая-то там очищенная. Я не изучала. Можно обойти, а можно пройти по лестнице. Все идут по лестнице. Смотрев вот это вот видео, загорающей и отдыхающей собакой на солнечной поляне, можно наладить своё настроение. А мы всё выше и выше с вами. Кстати, вы слышали, недавно здесь был рядом, вернее, не здесь, рядом пожар, который успешно потушили. Красота какая, да? Что, друзья, напоминает это? Вот именно вот эта вот картинка. Парк Стрелка в Ярославле. Хотя вроде ничего общего, но я вот вижу. А вот и здание канатной дороги. Откуда начинается канатка? Билет, я поняла, так покупать нужно внутри. Запускают группами. Тут очередь стоит. А вот ещё одно прелестное животное. В самом центре Кисловодского парка. Да, мой хороший. И вот ещё один. А его прогоняют. Он хочет ласкаться. Ну что, друзья, любуемся видом и будем двигаться в обратном направлении. Мы дошли до храма воздуха. С другой стороны Эльбрус. Тупичок, обрыв. Не страшно к нему подходить. Я просто высоту. Не то, что боюсь. Но и не лезу. Храм воздуха. Там, где выставляется встреченный мной художник. А вот и художник и его зарисовки. А вот и художник. То есть можно прийти сюда в парке, взять книжечку, почитать, отдохнуть. А вот и кабинка, какая ходит по канатной дороге. Мне сказали их две. Друзья, вот эта вот тропа от долины роз. В горе Красное Солнышко. 1600 метров. Интересно, вот я осилю или нет? Женщина вот идет так активно. Посмотрите. Намерена дойти до конца. Друзья, мы все выше и выше поднимаемся в горы. В горе Красное Солнышко. И беседка Семь Ветров. Такое романтичное название. А почему называется Красное Солнышко? Потому что так назвали туристы. При подъеме на гору, если рано утром, видно, как встает Красное Солнышко. Поэтому так и назвали. Там есть кафе. Говорят, еще по задумкам должен был быть храм Солнышко, что-то такое, как храм воздуха. Но почему-то не сделали. А вот и канатная дорога. Канатная дорога ниже нас. Недаром, говорят, отсюда вид на Эльбрус. Совсем рядышком. Вот мы и на горе. Друзья, любуемся. Что мы здесь увидим? Молодого Лермонтова. Любимого многими писателя. А сам он любил Кавказ. А вот что можно взять в кафе Красное Солнышко. Даже не кафе, а такой пунктик небольшой. Кафешечка. Но перекусить можно. Все мои благие намерения по правильному питанию почему-то разрушились. Это очень интересный туристический маршрут. Тут можно увидеть и монахов, и велосипедистов бесстрашных, несущихся с горы мимо пропасти. Сейчас только двое пронеслись, я даже снять не успею. А мы с вами движемся все выше и выше. И на площадках есть лавочки, чтобы отдохнуть, выпить водички. Друзья, все движутся вниз и мало кто наверх, как я. Они поднялись на канатке. Видео о канатке, как выглядит, вы можете посмотреть у меня на канале в предыдущем видео. А вот эта вот стена, которую вы видите, она раньше была еще более длинная. Это вторая по протяженности после китайской стены. Представляете? Есть смельчаки, кто в гору идет. Круто. Вот мы и снова на самом верху. Практически на Эльбрусе. Снова любуемся березками с другой стороны. А вот туда дальше кафешка и канатная дорога. Везде лавочки, беседки, кафе и фонари. У меня четко слышно разговор деревьев. А чего они нам хотят сказать? Что? Мы надоели им тут. Яркий солнечный день. В Кисловодске очень много солнечных дней. Как в Геленджике. Если отъехать совсем не на большое расстояние, в Весентуке, то там совсем другой климат. Меньше солнечных дней. Может быть холоднее. Это нормально для южных городов. Мы гуляем по проспекту. И все. Вот смотрите. Там как будто в таком тумане. Дымке. чтобы сфотографироваться не будет так отчетливо видно. Этот красивый вид в тумане. Друзья, вниз сегодня пойдем пешком. И кафе я здесь чуть не хочу есть. Вот красное солнышко. Хоть там такая маленькая кафешечка около Лермонда. Мне понравилось больше. Там энергетика лучше. А знаете, почему здесь хуже энергетика? Потому что люди сюда приходят многие уже уставшие и выдохшиеся, кто идут сами. И ругают жизнь, что делать нельзя. А мы с вами идем вниз. И еще найдем один. Я видела туристический маршрут с какими-то гротами. Не знаю, он там есть или нет. Но в любом случае сегодня будем гулять по парку. Кстати, кстати, друзья, здесь интернет не работает. Карты не работают. Перевод по номеру телефона не работает. Можно только оплатить все наличными. подняться сюда то же самое практически, чтобы прийти пешком на Рицу. Были вы на Рице в Абхазии? А там что у нас такое? Санаторий? Выше гор это не кафе, друзья, а вот этот вот санаторий, который просвечивает сквозь березовую рощу. Вот это вот высший гор. Куда залезли? Друзья, я бы не рискнула туда на эту площадку залезть. А там ребенок стоит его фотографирует. О, какая смелость настоящая. Наверное, ВДВшник растет. Будущий десантник. Сколько тут корпусов, да? тоже, наверное, называется санаторий высший гор. В самых горах это же надо. Друзья, мы начали спуск по своеобразному лабиринту Минотавра в серпантину. и вы увидели, что мы дошли до малого седла практически. А там есть еще большое седло. Люди дальше поднимаются. Я не знаю, что там есть, кроме гор. Я думаю, что ничего. И многие не доходят. Там очень сильный ветер, как в трубе. Ну, и довольно опасно. Хотя идут по двое, по трое. и причем так интересно все люди в возрасте. Крепкие люди, которые занимаются своим здоровьем. Даже у кого болят колени, они от ходьбы и каких-то упражнений только их укрепляют. Это все правда. Сиди на месте, и ты развалишься. Так что малое седло, большое седло, и это все не предел. Конечно, можно и до Эльбруса дойти при желании. А для туристов достаточно выше гор подняться к кафе канатной дороги. Это уже такой подвиг. Отсюда открывается тоже очень красивый вид. Отсюда с любой точки открывается красивый вид на весь город, на весь Кисловодск, Ставропольский край. Друзья, мы вышли к еще одной достопримечательности, которая сформировалась миллионы лет назад. Песчаник красного цвета. Посмотрите, какая красота. Когда-то песчаник пропитался оксидом железа и стал красного цвета. И сверху орел. В 50-х годах установленный символ минеральных вод. Их тут много внизу парка это все. Мы пришли с вами сверху с горы красное солнышко, а это низ. Также открывается прекрасный вид. песчаник Друзья, когда-то в красных камнях Владимира Ленина студенты тут вырезали, когда обнаружили эти красные песчаники, но быстро облик разрушился и уже сделали из железа. Это, можно сказать, первый облик вождя. колоннада украшает вход в парк. Я остаюсь со стороны парка и мы видим известный нам храм целителя Пантелеймона. Так что город небольшой и, как мне когда-то сказали, можно весь пройти за пять часов пешком, даже поднявшись высоко в горы. Друзья, мы с вами свернули, если спускаться от красного солнышка, это получается налево, да, и мы доходим до гротов, которые образовались естественным путем, водой, ветром, вот такие вот тут оставляют надписи интересные. Если мы пойдем дальше, то увидим с вами еще гроты, а если еще дальше, я даже не представляю насколько, сегодня я туда явно не дойду, мы увидим писеры, вернее вы увидите, если дойдете, и внизу тоже очень красивый вид отсюда, особенно весной. Друзья, пойдемте посмотрим еще гроты, и вместе со мной посмотрите, как они вам понравились, и вам захочется приехать в Кисловодск. Так что люди идут и в эту сторону, вот с этой стороны очень красивый вид на грот, очень. У вас будут незабываемые фото, и память, как вы в горах побывали, так что друзья, и подлечитесь, кстати, ауру, нервы, все вы здесь излечите, причем все, люди воды, воздуха, огня, у кого стихии такие, все здесь найдут свое, скажем так, излечение. Это складывалось 200 миллионов лет слоями известняковые породы, то есть это известняк, если вы потрогаете, то будет рука как в милу, но зато очень красиво смотрится, посмотрите, не знаю, сколько это крепкое все. Известняк, он постепенно, наверное, изменяет свою форму, тоже через миллион лет будет выглядеть по-другому, если наша планета будет существовать, то мы увидим, вернее, не мы, а какие-то наши потомки, или мы в следующих жизнях, что здесь будет. Друзья, и мы сейчас будем покидать с вами парк, и напоследок снимаем при входе в парк, вот там вот уже в парк заход, но не среди, нигде каскадной лестницы Колонадо, с другой стороны, мы видим такой огромный природный дольмен, грот, пессера, не знаю, как назвать, но вот прям настоящий дольмен, ничем не хуже, да, вот, а там дальше уже улица, и какой-то замок, отель, церковь, а, это церковь, а, как называется, какая-то православная, я даже не знаю, друзья, и вот здесь вот как раз напротив дольмена, будем назвать его дольмен, но это, конечно, не дольмен, это не православная церковь, армянская, ну, как бы, она, православная, да, но сюда для армян, она эта церковь, друзья, началось наше путешествие по Кисловодску, последний день моего пребывания в третий день, и мы подошли на улице Герцена вот к такому прекрасному котику, установленному в 2021 году, про него можно почитать, стрих-код есть, и он уже весь такой желтенький, стал рыженький, можно ему ушко потереть, погладить, и носик, котики и собачки, вообще все животные, это самое прекрасное, что есть в мире. Друзья, еще одно значимое здание Кисловодска по дороге к ЖД-вокзалу, это дача Шаляпина, год постройки 1902-1903, музей здесь был открыт 1988 году, людям очень нравится, старинное здание, реставрация была проведена, и по дороге к ЖД-вокзалу от гостиницы Скала, очень даже много старинных зданий, и приятно гулять и здесь находиться, но мы еще сегодня с вами увидимся, и много чего увидим. Друзья, мы пришли на железнодорожный вокзал, чтобы сдать вещи, тут электронная камера хранения, я, если честно, никогда раньше не хранила вещи, мало с собой брала, а тут, чтобы погулять по городу, я сдала, и здание вокзала старинное, постройки 1905 года, и здесь совсем рядом есть музей жизнодорожный, и даже питьевая вода, все такое старинное и красивое, сам вокзалчик небольшой, но очень, скажем так, уютный, внутрь я еще кроме камер хранения не заходила, но в камере хранения уже есть электронное табло, там дальше привокзальная площадь, и много еще интересных объектов, дача Шаляпина находится рядом со всем, которую только что я сняла, а мы двигаемся дальше, смотреть различные с вами достопримечательности в Кисловодске. Конечно же, я хочу сюда вернуться вновь, как и в любой город нашей страны. Очень удобно, электронное табло и внизу, и здесь сразу понятно, откуда отправляется поезд. Друзья, мы подошли с вами к историческому зданию, восстановленному на развалинах. Это театр с местной труппой Кисловодской. Называется Благодать. Когда-то он был построен известным учителем, заслуженным Агафоновым в 1895 году для приема аристократов. Это была усадьба, представления тут были. И потом энтузиастами было восстановлено здание уже в 1991 году. Красивое здание, два флага, российский и советский в память. И совсем рядом установлено, совсем рядом построено здание для занятий физкультуры. Это спортивный комплекс оздоровительный. С другой стороны выход в парк. Национальный парк Кисловодска, каскадная лестница, 170 ступеней и колоннада. Рядом с театром Благодатью очень приятно играет музыка. Я бы с удовольствием, если бы была здесь подольше, сходила бы. Так что сходите и расскажите в комментариях. Или, может, кто-то уже ходил. Давайте обойдем этот театр. Как он правильно называется, написан на табличке, как работает, должно быть. И сейчас мы с вами увидим. Здесь и музей. Очень красивое здание. И очень хорошо, что восстанавливают у нас архитектурные памятники, реставрируют. Конечно, это надо издалека снимать, но тут проходит трасса не очень удобно. Но ничего. Зато у вас есть возможность подойти и лично посмотреть. Давайте развернемся. вот с этой стороны, да? Как раз и лестницу увидим и прекрасный театр строения благодать, театр-музей. А мы с вами будем двигаться дальше по другим достопримечательностям. А театр находится на проспекту Держинского 11А. Друзья, мы с вами подъехали к основной, можно сказать, достопримечательности на уровне с национальным парком. Никольский собор. Так как он был построен в 1803 году, заложен вместе с образованием города, так как город Кисловодск 1803 года был заложен как крепость к указу императора Александра Первого. И вместе с крепостью и собор. Собор этот взорвали в 1936 году. И потом уже в 90-х годах он, скажем так, был восстановлен, построен и сейчас функционирует. Сюда приезжает много экскурсионных автобусов. И мы с вами зайдем и изучим. От улицы Герцена и откуда мы приехали идет восьмерка сюда. Проезд 27 рублей на автобусе. Наверное, остановок 6 ехать. Собачки тут лают. А мы с вами от Никольского собора. Туда я еще зайду и посмотрим территорию. Но так как я нахожусь с этой стороны, вышла с автобуса, мы с вами наблюдаем мечеть. Мусульмане построили мечеть, но я так слышала, что минареты мне дают установить. Они не находят вообще язык с чиновниками. И здесь между мечетью и Никольским собором вечный огонь и памятник журавли, установленный в 1978 году в честь воинов, ушедших на войну. Одноименный фильм есть про войну, очень интересный. Советский. смотрели вы? Такой значимый памятник и женщины, провожающие на войну, ждущие своих мужей, сыновей, женихов. и вечный огонь. У нас практически в каждом селе, в каждой деревне установлены вечные огни. А если вы посмотрите мое видео про Волгоград, там смена караула. Это так горько проводить на войну и не дождаться своих близких людей. Друзья, тут очень приятно гулять между Никольским собором и мечетью. Это проспект мира около мемориала журавли, в котором установлен в честь воинов, погибших, не вернувшихся с войны. и этот проспект установлены лавочки, он для отдыха и прогулок, посидеть, отдохнуть. Вокруг старинные здания, ну и современные тоже, конечно, на любой вкус. А я хочу посмотреть вот эту мечеть. Совсем близко мы подошли к мечети и за мечетью такой красивый открывается вид на горы. Вход в мечеть и видео о другой мечети, которую бизнесмен построил в честь своей матери, находится в селе Миндяна. Видео об этой мечети в форме цветка вы можете посмотреть у меня на канале. И совсем рядом Никольский храм. Сейчас я пойду в Никольский храм, собор, и на подходе к нему расположен Кисловодский историко-крывический музей крепость. Вот он. А также совсем рядом здесь православная гимназия. тоже старинное такое здание. В 1908 году. Построена была гимназия в позапрошлом веке в 1898 и сейчас тут должна быть православная школа. Я читала. Вот и собор за стенами собора. Очень масштабный собор. Внутрь ходит много людей. Даже вне службы заходят постоянно. Собор известный. Вибрации силы присутствуют не очень большие. Намоленность есть. Не то, что, скажем так, вибрации силы, вибрации намоленности. Конечно, их не сравнить с Толгским монастырем в Ярославле или еще похожим местом. А мы обойдем с вами по территории. Давайте посмотрим. Территория асфальтированная. Минимализм. Травка просто. Деревья растут. Можно купить что-то. Но сейчас киоск не работает. Покушать купить. Друзья, мы продолжаем изучение достопримечательностей и как провести досуг самим и с детьми. И мы подъехали к Кисловодскому цирку. Основан он был в 1973 году. Находится на проспекте Победы. И с 8 числа начинается новое представление девочка и слон. Я уже посмотреть не успею, а если вы будете в это время, вполне можете посмотреть. красивая очень реклама, но она развешана много где в городе. Так что, друзья, посещайте, мы еще один объект с вами осмотрим и будем прощаться с городом Кисловодск, который я хочу, конечно же, вернуться вновь. Друзья, я перед поездом поужинала в кафе Валенсия. Довольно прилично. Еда нормальная, с десертами только у них там проблема, но все вкусно. И мы двигаемся к вокзалу по курортному проспекту. Очень приятное место. И вот здесь вот принимают нарзанные ванны и другие интересные тут есть места. да и гулять одно удовольствие. И здесь все старые здания они реставрированы, произведен ремонт, чтобы они достойно смотрелись. Гулять тут здорово и проживать тоже. Все в центре, все рядом. Красота. Нарзановые ванны практически на всем протяжении курортного проспекта. И старинные здания. Очень очень красивое место, где собираются вечером многие жители и туристы. Он довольно протяженный. Но можно туда обратно гулять, ходить. Друзья, а это нарзанная галерея. Это все пролегает, эти улочки прилегают к курортному проспекту. и все основные кафе здесь. Это главная улица практически. То есть тут все. И магазинчики, и кафе, и гуляния, пение, танцы. Все здесь происходит. И здесь можно вот внутри пить нарзанчик. Памятник. Друзья, мы сейчас с вами видим, продолжаем двигаться к вокзалу, памятник нищему. Вот таким памятниками, как собачка и нищий славится город Кисловодск. Еще здесь вы найдете, если посчитаете, памятники 12 чебурашкам. Тут очень такой культ чебурашки. КОНЕЦ